Доброго времени суток дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи и сегодня у нас в преддверии ответного матча Лиги Европы и Норд против Шахтера. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. Центрополя Фейнорт начинает эту встречу, поехали. У нас пятая минута, первая атака соперника, удар поворотом есть, Шахтер отбился, но продолжают футболисты Фейнорта сейчас поддавливать. Дойдет ли дело до второго удара? Очередной перевод направо, скидка в центр, удар будет? Нет, Шахтер отбился, ну а вот теперь можно попробовать и в контратаку пойти. Трауре здорово продавливает, а здесь нужно было бежать вперед. Тринадцатая минута, Фейнорт пытался левым флангом на сей раз пройти в штрафную соперника, не вышло, Шахтер отбился и уже они организовывают новую атаку, но вот здесь потеря и повезло, что мяч просто попал в руку. Фейнорт в атаке, скидка в центр и снова здесь все перекрыто, раз за разом Шахтер очень здорово выстраивается в своей штрафной, перекрывая соперника, не позволяя сделать вот этот вот опасный последний пас под удар. Но раз за разом Фейнорт возвращается к их штрафной, снова перевод мяча направо, передача в центр, удар по воротам и спасает галкипер Шахтера, переводя мяч на угловой. Двадцать вторая минута и Фейнорт так довольно активно по-хозяйски проводит половину первого тайма. Передача пяткой, перевод налево, еще одна пяточка, скидка в центр, удары 1-0. Двадцать пятая минута, Фейнорт все же забивает и вот здесь мне кажется они просто этими передачами пяткой запутали оборону Шахтера. Все не успели перекрыть соперника и по итогу 1-0. Хозяева выходят вперед, счет по сумме становится 2-1. Но вот здесь одна пятка, вторая пятка и здесь уже не успевает ни защита, ни вратарь отбить. Двадцать пятая минута, Хименас открывает счет в этом матче. Еще одна атака, но на сей раз уже оборона Шахтера справилась и нужно, нужно что-то придумывать в атаке, пока что за полчаса моментов совершенно нет. Остается 10 минут в первом тайме, даже уже чуть меньше, Шахтер перешел в середину поля и нужно что-то придумывать в атаке, можно сыграть дальше по флангу, но пока Бондаренко протаскивает мяч, сам залетает в штрафную, опасная передача, отдойдет ли дело до удара? Удар поворотом есть, галкипер Фейнорда справляется, но и остаются считанные минуты. Шахтер проводит финальную атаку первого тайма, хороший момент, можно бить поворотом. Но вот сейчас отлично и получилось забить 1-1, арбитр добавил времени для завершения этой атаки, и Шахтер воспользовался моментом и сравнял счет. Это ничья. Здесь, конечно, понятное дело, переиграли немножко те минуты, которые компенсировал арбитр к первому тайму, но молодцы, молодцы футболисты Шахтера, они справились и на перерыв уходят с равным счетом. При всем том давлении, которое оказывал Фейнорд в первом тайме на ворота Шахтера, по ударам всего лишь 3-2 в пользу хозяев и 1-1 на табло. Трауре здорово заскочил в штрафную, нужно забивать удар, поворотом есть и 2-1. Шахтер выходит вперед на 52-й минуте и здесь Трауре уже не побоялся пойти вперед на дриблинге, набрал скорость, залетел в штрафную и от души приложился в дальний угол. Это 2-1. Шахтер повел. А вот ответ! Фейнорда и мяч попадает в штангу. Немножко повезло здесь Шахтеру. 65-я минута, Шахтер заработали право на штрафной, пошла подача в штрафную, удар и здесь успевает забрать мяч Галкипер. Трауре там на 11-метровой отметке ждет передачу, дойдет ли дело до удара. Шахтер пытается до верного разыграть, но здесь удар блокирует и уже Фейнорд пытается организовать контратаку. Опасная передача, 2-2. 75-я минута, Фейнорд сравнивает счет и это делает Капитан. Ну и тоже здорово разыграли, прошла передача через центр, вот здесь отличный получился пас и дальше не спасает вратарь Шахтера. За 15 минут до конца счет становится ничейным. Еще одна передача и пенальти, мяч попадает в руку. За 12 минут до конца арбитр указывает на точку и это шанс для Шахтера, чтобы забить. Трауре берет разбег, бьет поворотом, а Галкипер Фейнорда тащит. Хороший момент, нужно забить. Галкипер Фейнорда спасает. Классная передача, Зубков выходит 1-1, нужно забивать. Момент, удар и гол. Шахтер на 90-й минуте вырывает победу в этом матче. Я думаю, что не хватит уже времени у Фейнорда отыграться в нашем прогнозе. Ну и здесь хватило сил, чтобы убежать в эту контратаку и забить. Это 3-2. 90-я минута. Низубков шикарно реализовывает выход 1-1. Главный арбитр этого матча добавил 2 минуты. Они уже истекли. И сейчас, как я понимаю, будет звучать финальный свисток. Но может быть арбитр тоже, как и Шахтеру в первом дайме, даст довести атаку? Нет. Это конец. В нашем прогнозе побеждает Шахтер со счетом 3-2. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру. Ну и поддерживать видео лайком. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok